Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги Бытия, перевод российского библейского общества, читая его для библейского портала экзегет. Ну вот, пятая закончилась рождением сыновей Ноя, и шестая глава как раз будет про Ноя, и седьмая, и восьмая. Да, его же наверняка догадываетесь, даже если не помните точно, о чем это будет. Но сначала небольшой эпизод, который прямо-таки в книге Бытия самый загадочный. Итак, я напомню краткое содержание. Люди живут на Земле, да, они умножаются, их много, они строят свою цивилизацию, придумывают всякие разные технологии. Людей на Земле становилось все больше. У них рождались дочери, кстати, до сих пор, в общем, только про сыновей, про рождение сыновей говорится отдельно. А тут вот, оказывается, женщины тоже были. У них рождались дочери, и, видя красоту дочерей человеческих, сыны Божьи брали их себе в жены, кому какая понравится. Сыны Божьи брали себе в жены дочерей человеческих. Что это, кто это, об этом очень-очень много говорилось и писалось в разные времена. Основных толкований, собственно говоря, ну, два. Это либо некие духи, либо некие люди. Если люди, то либо цари знатные, богатые, которые, ну, как бы они вот себя богами считают, да. Либо праведники. Сыны Божьи в том смысле, что они праведники, вот, и Богу поклоняются, и его называют отцом. Не очень понятно тогда, что же плохого в том, что они женились, эти самые праведники. Ну, тогда говорят о дочери человеческих, это дочери Каина. Вот Каин у нас убийца, его род проклят, а это сыны Божьи и потомки Шета или Сифа, да. Ну, как-то под текстом это не очень понятно, почему. Если это богатые, славные люди, то, опять-таки, кто им запрещал жениться на девушках? Ну, говорят, это они вот себе брали их, не спрашивая ни родню девушки, ни саму девушку. Просто понравилось, все взяли, увезли. Но тоже в тексте это не сказано. Поэтому вот все-таки древние толкования практически все склоняются к тому, что это некие духовные сущности. Но сейчас у меня спросятся, что это ангелы рожают детей, что ли, от женщин? Откуда это? Где такое видано? Конечно, в нашей ангелологии такого нет. Но если посмотреть, как в древнем мире язычники, а мы читаем эту книгу, прежде всего, с позиции Древнего Ближнего Востока, как язычники описывали своих царей, они почти все были детьми богов. Там Рим основан Ромулом и Рэмом, это кто? Дети бога Марса и Весталки. Да, там Гильгамеш на две трети бог, на одну человек. Это, к примеру, уже есть между речью. То есть для того, чтобы оправдать свою власть над людьми, цари называли себя детьми богов. И возводили себя действительно каким-то браком богов и смертно. Как правило, бог мужчина, смертная женщина. Хотя иногда бывало и наоборот, но редко. И, собственно говоря, противоречие большого между толкованием, это духи, которые сходят к людям и каким-то образом их соблазняют, и это цари, которые себя называют детьми богов, в общем-то большого противоречия нет. Более того, мы прекрасно знаем, что в древности были всякие аргеостические, то есть такие развратные культы языческие. И, ну, понятно, что после этих культов там дети рождались у тех, кто в них участвовал. Хотя, естественно, это были люди, а не божества. Но они тем самым как бы почитали бога. Это не просто было таким развратом ради разврата, это было вот таким проявлением их религиозности языческой. И одновременно ведь в Библии очень часто союз Израиля с богом описывается как брачный союз. Бог — это супруг, Израиль — это супруга. И вот люди в такой же брачный союз вступают с языческими богами. И сказал Господь, «Мое дыхание в человеке не навсегда, он всего лишь плоти, пусть срок его жизни будет 120 лет». А я напомню, что в пятой главе там они жили все очень-очень долго, да, 700-800-900 лет с лишним. Вот здесь как будто кладется окончательный предел. И маленькое замечание. «В ту пору, как и позже, были на земле исполины, ибо сыны Божьи приходили к дочерям человеческим, а те рожали от них детей. И богатыри былых времен, и они прославили свое имя». Тут так немножко странно, что эти исполины, они были детьми от этих браков. Напрямую не сказано. Связь проведена. Но вот были какие-то великие, могучие, славные люди. И вроде бы как-то, наверное, они себя считали детьми богов. Но в принципе мы только что сказали, что в древнем мире оно и встречалось повсеместно. «И увидел Господь, как много зла на земле от людей, все их мысли непрестанно устремлены ко злу. Пожалел он, что создал на земле человека. Горечью наполнилось его сердце, и он сказал, «Я смету с лица земли всех людей, которых сотворил, а вместе с ними и скот, и зверей, и птиц. Я жалею, что создал их». «Один лишной был угоден Господу». Вот тут слово «жалеть» употреблено в каком-то непривычном для нас смысле. Жалеть, что он создал их. Без них было бы лучше. Вот здесь смотрите. Древний человек с древнего Ближнего Востока прекрасно знал этот сюжет. Когда расшифровали вавилонские всякие, аккадские, шумерские письмена, то просто поразились. Там были истории о потопе. Очень-очень похожие на истории о новом потопе. Но выглядели эти истории примерно следующим образом. Боги, старшие боги, для того, чтобы поддерживать мир в порядке, передали его младшим богам. Ну, как в армии, да, там деды отправили молодых работать. Младшим это, естественно, не понравилось. Они возмутились. И попросили старших богов, чтобы те нашли им замену. Они создали людей, чтобы люди поддерживали в порядке этот мир. Люди начали размножаться, мы в Библии тоже об этом читаем, безобразничать, и в Библии об этом написано. А вообще-то просто шуметь. И богам, которые отдыхали, это надоело. И они решили людей уничтожить, чтобы люди не шумели. И не мешали им отдыхать. И уничтожили в потопе, а потом спохватились. А кто же будет землю-то в порядке поддерживать? Ну, по счастью, один из богов, одного из людей предупредил, чтобы тот сделал себе корабль и на нем спасся вместе со своей семьей. Что он и сделал. И вот от этого человека пошло дальнейшее человечество. А боги решили больше не уничтожать людей. Похоже на историю ноевого потопа? Очень. И одновременно абсолютно нет. Потому что в этой вавилонской истории о потопе боги относятся к людям как к какому-то даже не скоту, а, знаете, к каким-то тараканам в доме. Вот их надо потравить, чтобы они не мешали. Потом только соображают, что вообще-то польза от них тоже была. А здесь есть совершенно четкий нравственный момент. То есть бог оценивает поведение людей. Они ему не мешают. Но их безнравственность, их грехи, они вызывают его гнев. И, собственно говоря, потоп — это и есть следствие его гнева. Вот рассказ про род Ноя. Среди людей того времени один только Ной был праведен и непорочен. Его жизнь шла с богом. Кстати, про Еноха была та же самая фраза. У Ной было три сына — Сим, Хам и Ефет. Уже у нас это было. Но это как бы такая вот вставочка про Ноя, чтобы мы не забывали. Омерзительно стала земля для бога, зло ее переполнило. Бог увидел, как мерзостно стала земля, какими мерзкими путями идут все. И бог сказал Ною, я покончу со всеми, кто живет на земле. Она преисполнена их злодеяниями. Я уничтожу их всех, а сними всю землю. Но ты сделай себе из дерева гофр, мы не знаем точно, что это, кипарис, вероятно, ковчег. Устрои в нем отсеки, а изнутри и снаружи обмажь его смолой. Пусть он будет в длину 300 локтей, в ширину 50, в высоту 30. Сделай крышу, так, чтобы сверху она выступала на один локоть. Сбоку сделай дверь. Пусть будет в ковчеге первый ярус, второй и третий. Я затоплю землю и уничтожу на ней всех, в ком есть дыхание жизни. Все, кто живет на земле, погибнут. Но с тобой я заключу договор. Ты войдешь в ковчег с сыновьями, женой, женами, сыновей. И возьмешь с собой попарь из всех живых существ, самца и самку, чтобы они вместе с тобой уцелели. Попарь от каждого вида птиц, скатай от всякой живности земной. Пусть войдет с тобой в ковчег, чтобы уцелеть. Возьми с собой всякой пищи, сделай запасы себе им. Но и сделал все, что повелел ему Бог. Ну, вот, кстати, здесь шестая глава заканчивается. Дальше в седьмое будет продолжение истории о потопе. Я просто хочу обратить внимание, что нам очень трудно понимать эту историю буквально как историю о всемирном потопе, который покрыл всю территорию Земли. Ну, просто, хотя бы приведу один пример, собрать все виды живых существ, которые на Земле, невозможно. Просто даже сегодня это никому не под силу. Идет ли речь про какой-то локальный потоп, который стер с лица Земли большую очень территорию? Я думаю, что да. Что это, скажем, та цивилизация, в которой жил Ной. Иногда даже говорят, что, может быть, это была история про то, как пролив Босфора-Дарданелла был прорван, Черное море до этого было озером, уровень Мирового океана был ниже, он в какой-то момент поднялся, и там прокатилась колоссальная цунами, которая стерла с лица Земли огромную территорию. Может быть, этот, может быть, какой-то еще потоп. Это не очень важно. Это история не про геологию Земли. Это история про то, что люди иногда так себя ведут, что их цивилизация погибает. Вот мы читали в пятой главе, как цивилизация растет, возникает, в ней какие-то новые технологии, города строятся. А потом приходит потоп, и все это смывает. Причем смывает почему? Ну, потому что эта цивилизация развращенная, потому что ничего хорошего в ней не происходит. Продолжение следует...